Здравствуйте! Сегодня я поведаю вам о том, как пересекалась с нашим городом судьба знаменитых братьев Стругацких. Существует легенда, что вместе братья начали писать практически наспор, однако его разрешение принесло им первый литературный успех – публикацию повести «Страна багровых туч». Обратите внимание на то, что уже в 1964 году их приняли в Союз писателей СССР, а их тексты выходили отдельными изданиями и даже экранизировались такими режиссерами, как Андрей Тарковский, для которого Стругацкие написали сценарий фильма «Сталкер» по мотивам собственной повести «Пикник на обочине». Среди иных изданных и популярных в советское время сочинений братьев назовем смешную повесть «Понедельник начинается в субботу». Повести «Трудно быть богом», «Жук в муравейнике» за миллиард лет до конца света. Всего собрание сочинений братьев Стругацких насчитывает полтора десятка томов. И до сих пор для поклонников их таланта остается тайной. Каким образом братья умудрялись, живя в разных городах Москве и Ленинграде, сочинять такие яркие популярные произведения? На прямой вопрос об этом. Братья отшучивались и говорили, что окончательный вариант любой книги, они утверждали приличные встречи на станции Балагоя. Память об этом удивительном родственном и творческом тандеме в нашем городе хранит площадь братьев Стругацких. Она находится на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. Своё имя площадь получила в 2014 году. Лучшее знакомство с писателем – это чтение его книг. Поэтому всячески рекомендую читать и перечитывать романы и повести Аркадия и Бориса Стругацких. Вы без труда найдете эти книги в любой из городских библиотек, в том числе и в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, где мы сейчас с вами и находимся. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций. Кроме одной – откладывайте в сторону ваши гаджеты и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Недаром говорил Станислав Ежелец. Из их слов вы поймете то, о чем они хотели промолчать. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok